Сергей Пряхин, чем все это закончится, что будет в Соединенных Штатах? По-видимому, предполагаю, что страна очень сильно изменится в результате последних событий. Он тут спрашивает по поводу 14-18 триллионов долларов, как компенсатор за рабство черного населения, снос памятников уже не только восставшим черным населением, но и самими здравомыслящими американцами. Значит, все это... Насколько это все серьезно и каким будет лицо Америки через полгода, через год, через пять лет? Сергей. То, что сегодня происходит в Соединенных Штатах, это, ну, впервые, насколько я понимаю, за, может быть, двухсотлетнюю историю. Одна из политических сил, ох, какой ветер, одна из политических сил открыто выступает за дезинтеграцию страны, за разделы. То есть, ну, были сумасшедшие там в квадратных штатах, там, в Техасе, которые хотели отделения. Но все это не серьезно, а тут политическая сила, демократическая партия взяла на вооружение вот этот лозунг противостояния. Все или смерть. То есть, мы теряем Соединенные Штаты, они это поняли. Теряют влияние. Не помогает ни пропагандистская кампания в средствах массовой информации. Не очень сильное влияние в университетах. Дети, да, воспринимают все эти ценности. Я рассказывал уже об этом, я это сам видел. Значит, расист ли Дональд Трамп? Да, говорят дети, след за учитель. Ну, и один со скептическим взглядом получает за это по мозгам, за свой скептический взгляд. Это я. Вот. Но дети потом вырастают, умнеют. Вот эта формула демократов, что нас поддерживают интеллектуалы. Да, левые интеллектуалы. Проблема в том, что, знаете, решения принимают в любой стране. В России, здесь, в Соединенных Штатах, большинство, обывательское большинство. Вот сегодня, сражаясь за власть, демократическая партия перешла некоторые барьеры. Важные, принципиальные. Потому что теряла эту власть. Теряла эту власть, теряла ее совсем. И мы захватим Сенат, говорили демократы, при очевидной потере не только Сената, но и Нижней Палаты. Обывателей, ну, больше половины всегда. Политически ангажированных, политически, так сказать, мотивированных, соответственно, ну, меньшая половина. И она делится пополам. И мы с вами легко представляем себе, что произойдет. Вот, 4 июля. Обыватель напуган. Напуган хорошо, как следует. Благодаря действиям демократической партии. Напуган сносом памятников. Напуган безразличным, наплевательским абсолютно отношением к истории страны. Напуган социалистическими идеями. Напуган идеями компенсации за рабство. Значит, одни не были рабами никогда, другие никогда не были рабовладельцами. Вот, но компенсация нужна. Абсурд. Университеты, которые отказываются от уважительного отношения к своей истории, к основателям. Они были там, кто-то из основателей был рабом. То и рабовладельцем. Ну, подобрались прямо к основателям. Чего же. Осталось только их начать обвинять в чем-то. Вот. Это абсурд. Понимаете? И абсурд, который пугает обывателей. Много раз по разным поводам говорилось, что американцев волнуют, очень волнуют деньги. Значит, то, что произошло во время карантина, эти 2,2 триллиона долларов, это удар по экономике очень сильный. Сейчас демократы требуют еще 3 триллиона долларов. И уже некоторые штаты готовятся принимать законы об этих вот компенсациях. Речь идет о 14 или 18 триллионах долларов. Это серьезный удар по экономике, не разрушающий Соединенные Штаты их экономику, но очень серьезный удар. Ну, вот эта половина, ну, по-разному говорят, обыватели здесь, там, это 70 процентов. Ну, вот, 70 процентов обывателей, которые, понятно, будут голосовать против социализма, коммунизма, революции, там, всего того, что сейчас предлагает демократическая партия. А оставшиеся, там, 30-40 процентов разделятся пополам. Ну, вот и результат 4 июля. 4 июля начнется восстановление Америки в Соединенных Штатах. В этой связи интересно, как ведется пропагандистская кампания из России. Она, безусловно, направлена на расширение вот этого раскола в обществе. Она, эта политика, эта пропагандистская кампания, повторяет то, что делают CNN, Financial Times, New York Times. Раскол. Вот. Но опять с этого хочу, с этого начал, этим хочу и закончить. Значит, совершенно новое явление, когда все силы, брошенные, вот, демократической партией, тех, кто ее поддерживает, брошены на раскол. Формула очень простая. Или мы побеждаем, или нам нафиг не нужна эта страна. Еврейские организации, реагирующие на Black Lives Matter, значит, поддержкой, при том, что это антисемитская кампания, так сказать, в значительной своей части. Ну, это парадокс. Российские левые либералы, взаимодействующие с Кремлем, которые борются, продолжают бороться за раскол, против Трампа. Ну, вот это лучший показатель того, что хочет Кремль. В общем, 4 июля, не быстро, я думаю, спокойно начнется восстановление Америки. Плохо, очень плохо, что, значит, конкуренция между двумя политическими силами ослабнется. Демократическая партия начнет уходить с политической арены. Ну, вот эти ее представители, это генерация. Там, Нэнси Пелоси, там, губернатор Ньюсом, там, и так далее. Тех, те, кто заигрались, конечно, в это противостояние, в разрушение страны. Вот. На их место придет следующая генерация. Довольно быстро произойдет. Они старенькие. Партия, кстати говоря, превратилась в демократическая партия, в, ну, такую коммунистическую партию. Очень жесткая дисциплина. Нету тех, кто, как бы, голосовал бы иначе, чем приказывает руководство партии. Что происходит в республиканской партии? Это история Соединенных Штатов. Значит, политики переходили из партии в партию. Значит, никакой жесткой дисциплины. Демократическое государство. Вот. Так что, скоро все, насколько я понимаю, будет, начнет восстанавливаться. Вот. С удовольствием буду присутствовать при этом процессе.